Семьям с детьми-инвалидами помогли собраться в школу. Благотворители организовали праздник для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Детям дарили все самое необходимое для начала занятий. Ксения Ануфлева продолжит. Ранцы, тетради, краски и карандаши. Все, что нужно для школы, собирала почти два месяца. Общественная организация «Лучик света». Помогали бизнесмены и просто неравнодушные новосибирцы. На праздники больше 60 особенных приглашенных. Еще 25 детей по состоянию здоровья. Учиться будут дома. Но и они не остались без подарков. В этом году практически мы всех, кто к нам обращался, всем дарим ранец. Мы никому не отказываем. Мы стараемся не отказывать. Потому что в основном родители таких детей, инвалидов, они тратят больше денег на лекарства, на лечения ребятишек. И уже на школу, на какие-то развлечения уже не отстаются денег. Один такой набор для школы обошелся в 2,5 тысячи рублей. Сумма существенная для семей, воспитывающих особенных детей. Большая часть доходов уходит на лечение и реабилитацию. Хороший вклад в наш кошелек, да? Как бы, ну, довольно-таки получается такая, ну, неплохая сумма, да? Которую действительно мы можем там где-то на детей потратить. Ну, сэкономить, скажем так, да, правильно? Вот. И поэтому, ну, прям существенно она помогает. Дети рады не столько подаркам, сколько празднику, который для них устроили благотворители. Пока одни смеются над шутками веселых клоунов, другие превращаются в любимых героев. Я рисую, я рисую, я рисую, я рисую, мне нравятся такие страшные рисунки. Мне нравится все страшное. Он нравится, он вообще праздники очень любит. Ну, по силу своих особенностей он выразить это не может, но с удовольствием всегда посещает. И лучик света, у них праздники всегда очень хорошие, веселые, всегда с удовольствием посещают. Общественная организация «Лучик света» помогает семьям с особенными детьми собраться в школу уже второй год подряд. Благотворители надеются, что такая полезная акция станет ежегодной. Ксения Ануфриева, Александр Вяткин, Даниил Смирнов. Новосибирские новости.